Привет, дорогие мои друзья! Сегодня Петр Алексеевич Порошенко почтил своим присутствием Днепропетровщину. Он отправился туда для того, чтобы презентовать открытие реконструированного детского отделения в больнице. Ну, мы уже все привыкли к тому, что Петр Алексеевич отправляется то туда, то туда, то мост открыть, то еще что-то. И он постоянно об этом рассказывает. Но здесь он решил рассказывать не по погоде, скажем так, не по погоде долго. Потому что хлестал ливень, а Петр Алексеевич рассказывал, что он сделал. Мы сегодня открывали новые дороги, начали строительство объездной дороги навколо Днепра. Мы сегодня вшанували героев Небесной Сотни в связи с завтрашней речницей революции Гидности. И мы сегодня открываем новый медицинский заклад. Петр Алексеевич Порошенко, он из того как раз рассказа, что сам себя не похвалишь, так никто не похвалит. Тут не совсем корректно может быть, потому что его-то хвалят всякие дибилоидные парохоботы. И чем хуже, тем лучше. Потому что сегодня на канал Порошенко, допустим, пригласили дальнобоя. Тупое такое существо я видел, когда-то встречал. Оно сидело, что-то хрюкало, не выступаете, Порошенко хороший, само оно что-то там возит навоз в Соединенных Штатах Америки. Вот уже уровень тех, кто все еще поддерживает этого президента. И поэтому чаще всего Петра Порошенко хвалит сам Петр Порошенко. Конечно же, это результат твоей программы. Ну а чей же еще это может быть результат? Тут, кстати, дождик вроде немного идет, но я вам все равно. Я вам сейчас расскажу про палаты. Палаты в этом детском отделении, они покрашенные. О, и тут еще кое-что важное. На этой неделе мною будет подписан закон про сельскую медицину. И дальше он рассказывает некую историю, которая может, конечно, превратиться в анекдот. Потому что он рассказывает, что в селе какой-то там доктор, который будет не знать, как вырезать аппендицит, сможет связаться с профессором, с академиком. И все, и по телемедицине они будут решать, как быстро прооперировать. Уявить себе, что лекарь с далекого села, где и раньше не было даже фельдшерского кушерского пункта, в режиме реального часа, через телемедицину, может выйти на профессора, доцента. И профессор, доцент, сможет ответить доктору из далекого-далекого села всего три слова. Но мы их повторить сейчас не сможем. Ну как, первые два сможем. Он говорит, для чего я так детально об этом рассказываю? Чтобы весь народ знал, да, чтобы весь народ знал, какой ты крутой. Да, он сам признается, да, я об этом рассказываю для того, чтобы вся Украина, все вокруг знали, да. Поэтому я об этом рассказываю. Смотрите, он мог же приехать просто, открыть эту больницу. Пофотографироваться, конечно, вот так вот, вот так там, пафосно, все. Но не выгонять всех на улицу под дождь. И для того, чтобы они послушали вот это вот. Это будет сделано. Тысячи лабораторий должны быть построены только следующего 2018 года. Тысячи лабораторий, а потом вы на этих пробирках уже сможете летать даже в космос, устремляться. Да, дождь все идет. А дождь все идет. Вот, но надо же рассказать о том, какой я, Петр Алексеевич, крутой главнокомандующий. Как верховный главнокомандующий я инициировал побудову за рахунок тех самых грошей, которые конфискованы в Януковича, комплексы гуртожитков для військовых контрактов. Вот такой ты молодец. А деньги Януковича все не заканчивались. А конфисковались деньги и на них строят и это, и это. Ну как строят? Планируют строить. И то, и пятое, и десятое. Я же говорю, скоро космический корабль построят. Тут, в Днепре, я вручу ордеры 32 родинам військовослужбовцев. Да и вообще, тут надо бы побольше рассказать, потому что как-то слишком узко. Слишком узковато, если я вам буду рассказывать, медикам, про медицину. Давайте послушайте про армию лучше. И вот пока они не отстояли и не выслушали весь этот бред пафосный, что он нес, рассказывая в основном про свои достижения, никто не разошелся. Нет, все стояли и мокли, как миленькие. Но особо мне понравилась вот эта вот история. Стоит рядом с ним доктор. Халат уже насквозь мокрый. То есть он стоит, этот бедолага, весь мокрый. И у него сзади, за спиной спрятан зонтик. Но охране Порошенко не нравится, чтобы рядом с Порошенко стоял кто-то, у кого есть что-то в руках. Чем можно ушатать. Теперь уже он его по голове не ушатает. Да и планировал ли, вы знаете, когда вам вдруг внезапно станет жалко этих докторов, врачей этих, медсестер, которых выгнали на улицу под дождь, для того, чтобы они послушали вот эту очень интересную речь. Вы посмотрите на эти фотографии, которые не постеснялся поставить сайт Порошенко. О-о-о, мы любим тебя, о-о-о. Они счастливы, они счастливы видеть своего президента. Посмотрите-ка, посмотрите-ка, как они счастливы. Обними, о-о-о, он прикоснулся ко мне. Не мой руку, побеги домой и благослови этой рукой своего сына, для того, чтобы передать ему тепло от Порошенко. Теперь он же, чтобы два раза не вставать, он участвовал в открытии мемориала, как я понимаю, Небесной сотни. И вот именно на таких мероприятиях открываются все таланты Порошенко. Итак, давай, проходка, проходка, иди медленно, медленно. Охранник сбоку, чуть-чуть напрягает, потому что, ну, кто на тебя здесь набросится? Ну, пусть будет, да, видите? Ну, вдруг набросится кто-то, на самом деле, из кустов. Медленно иди. Делай вид, что ты придавлен горем, ты придавлен горем. Небесная сотня, это все для тебя. Вот вторая камера, вторая камера пошла. О, хорошо, хорошо, пять камер вообще надо. Лучше всего пять камер, когда снимаешь такой блокбастер. Угу, медленно иди, медленно иди. Дождь на лице, а может сойти за слезы, кстати, нормально. Подходи, подходи, но не торопись, не торопись. Вот так, 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 так. Так, давай фотографа, фотографа! Вот, супер. Вот с этого ракурса лучше всего его щелкать. Так, давай. Хорошо. Дальше что? Не торопись, не торопись. Постой, посмотри, посмотри. Долго-долго пронзительно. Вот так, медленно поставь. Перекрестись. Крестись. Ну. Крестись, вот так, так. И поклонись теперь, поклонись. Нысский уклин. Ни Гаяну, да. Которого убили в упор. Ну, ты ж в курсе, ты в курсе вообще всей этой истории. Давай, долго-долго посмотри на этот камень. Да, отходи. Ну, отходи тоже не торопясь. Так, знаешь, с чувством, с расстановкой. Цветочки, цветочки. Теперь, теперь снимает, пусть одна камера снимает снизу вверх на Порошенко через лампадку. Лампадка горит. Дождь. Медленно-медленно подходит Петр Алексеевич. Кладет цветы. Долго смотрит в лица, выбитые на камни. Вот так вот. Вот хорошо. О, хорошо. На самом деле. Он на слезу прошибает. Посмотри. Опусти голову. Роняй голову. Роняй голову. Положи. Крестись, крестись. А, нет, сначала поклонись. Низко-низко, да. Перекрестись. Еле сдерживаю надрывный плач. Вот так. Еще раз поклонись. Спасибо вам за то, что я президент. Спасибо. Все, отходи. Ну, отходи тоже. Вот спиной опять, да. Чтобы сразу не поворачиваться кощунственно спиной к камню, на котором изображены вот лица. Лица небесной сотни. Ну, и, конечно же, надо толкнуть речь. Великий актер. Великий актер. Я таких актеров не видел. И теперь уже очевидно, что и спецоперация Кремля, взрыву, подписание угоди про асоциацию с Европейским Союзом, теж была частиною гибридной войны против Украины. Встречается он с активистами Майдана. Активисты Майдана. Революции. Активисты пришли. Парт Актив. И он им рассказывает, видите, про то, что Россия срывала асоциацию. А я еще думаю, неужели он выведет к тому, что они выходили для того, чтобы Украина могла импортировать товары. Вот я думаю, не может такого быть. И когда украинский народ, вышел на Майдан с вымогой не подвищения пенсии или заработных плат, не снижения податков, не с каких-то экономических вымог, а с четкой политической вымогой, мы наполягаем и наголошуем на то, чтобы Украина повернулася в родину Европейских народов, подписавши угоды про асоциацию. И можно продолжить. Вот когда украинский народ не требовал поднятия пенсии, снижения налогов, не-не-не, зачем это надо все, а с четкой требованием вышел вернуть нас в лоно европейских народов, в семьи европейских народов, тогда я, Петр Алексеевич, понял, что у этого народа я могу стать президентом. И яскравым доказом того, я те, что за 10 месяцев поточного року наш украинский экспорт до Евросоюзу, по рівнянні с попередним 16-м роком. А почему он рассказывает про экспорт? На самом деле революция была для экспорта и импорта. Мы забезпечили энергетическую незалежность нашей страны и спрыгнули с голки наркотической незалежности 98% от российского газа. Да, 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 да. Сейчас у нас газ сплошной индонезийский, французский там немножко, бельгийского вкрапления немножко. В ваших этих мечтах влажных. 45 миллионов. Растет население все-таки? Растет, растет. Несмотря ни на что, население растет. Несмотря на все показатели, плевать. Тьфу. На них. Да, про безвиз сказать обязательно было. И я, когда думал, что он выведет к тому, что вот ассоциация была главным для деятелей Майдана, оказывается нет. Безвиз. Это, я скажу, не просто право перетинать кордон, не стоячи довгих черг в консульских и визовых центрах, не сбираючи купу бюрократичных паперев. То есть, два памятника, которым он кланялся и включал актера, да, вот это вот они погибли. А потом еще и произошло, вы знаете, не хочу перечислять что, и до сих пор происходит. Для того, чтобы в очередях не стояли. Но когда-то мы говорили об этом и говорили все, да что это вы такое гоните? Нет, при чем тут безвиз? Так вот он сам говорит. Трехи больше тижня тому я повернулся с Объединенных Арабских Эмиратів, где мы подписали. Безвизовый режим для краины, куда сотни тысяч украинцев ездят щороку. Вот, безвиз теперь еще с Арабскими Эмиратами. Для этого был Майдан. И дальше, приготовьтесь. Это не просто безвизовый режим, это остаточный прощавай. Да, да, почему нет? Вот эти вот будут сидеть в зале и кивать головами. Да, это не просто, это остаточный прощавай. Прощавай. Российский Московский империй и повернение нашей великой нации назад до родины европейских народов и саме за это. Есть. И именно за это. Продолжай. Вы сами за это проливали свою кровь. Герои Небесной Сотни, Сергей Нигаян. Я хочу привітати батька и всех наших героев. За безвиз? В свое время, когда мы это говорили, нам говорили, какие вы циники. Сейчас, когда это говорит он, вы это слышите? Безвиз, оказывается. Ну, не зря, не зря умирали. Я не знаю, что там думает себе отец Нигаяна. Но, конечно, другой бы отец любой спросил бы Порошенко, а как так? Убит в упор. Как прокрались эти диверсанты? Прям вот туда, где были только активисты. Как смогли убить сына из обреза нахрен в упор? К артечью это были, наверное, Беркутня. Беркутня прокралась. Да так красиво убить, что ни одного свидетеля. Может быть, это все-таки свои, Петр Алексеевич. Но какая нахрен разница? Никто не спросит. Никто, ни черта не спросит. Они схавают все, что угодно. Вы знаете, есть такие существа, морские гребешки. Морские гребешки, мне кажется, иногда умнее. Мне кажется, морской гребешок, услыхав о том, что Сергей Нигаян убили, убили там Беркут, да, снайпера Януковича, он бы просто приоткрылся вот так вот и спросил бы, а не врешь ли ты? Ты что, с ума сошел? Не считай нас идиотами. Ну, нормально. Все нормально. Все идет своим чередом. Они изберут его. И в принципе, хорошо бы, чтобы он у них остался вечным президентом. О, заслуживает, я думаю. Пока. Подписывайся. Не забывай подписываться, чтобы у тебя пригорело. Или чтобы ты стал умным. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok